Здравствуйте, друзья! Сегодня 3 июля, вы смотрите обзор главных аграрных новостей. На этой неделе пшеница на ФОБе потеряла еще 6,5 долларов за тонну. Из-за дождей и засухи некоторые регионы ввели режим ЧАЭС, а правительство обложило металл экспортной пошлиной. Все подробности далее. В Новороссийске снова дешевеет продовольственная пшеница. На этой неделе, по данным компании Рефинитив Агрикалча, ее цена опустилась еще на 6,5 доллара и сейчас составляет 244,5 доллара за тонну. Вероятно, цена на российское зерно будет снижаться и дальше. На это указывает последний тендер египетской компании ГАСК. ГАСК провело тендер на закупку пшеницы с поставкой в конце августа-начале сентября. Было куплено 180 тысяч тонн румынской пшеницы. По цене на ФОБе почти 243 доллара за тонну. Другие предложения были менее привлекательны. Россия, например, хотела продать свое зерно по цене 250-255 долларов за тонну ФОБ. Украина 248-255 долларов. Французы запросили больше 256 долларов. Цена, по идее, должна снижаться в преддверии урожая, но есть факторы, которые могут переломить ситуацию. Аналитики говорят, что толчок к ценам может дать жара в США и Канаде. В Канаде, если вы смотрите новости, сложилась просто жутчайшая ситуация. Там из-за разницы в атмосферном давлении образовался воздушный купол. И внутри этого купола температура воздуха днем поднималась до 49 градусов тепла. Это жарче, чем в те же самые дни в Арабских Эмиратах. Погибло более сотни человек от этой жары. Ну, естественно, что гибнут и посевы. Под угрозой канола, твердая пшеница в регионе Манитоба, овес, кукуруза и другие культуры, которые традиционно выращивает Канада. В США тоже жарко и без осадков. Температура воздуха достигает 38 градусов. Яровой пшеницы все это может очень сильно навредить. Какой еще есть фактор? На этой неделе вышел ежеквартальный отчет Минсельхоза США, где USDA пересчитала площади сева кукурузы, сои и пшеницы в США. И оказалось, что площади сева меньше, чем рассчитывал рынок. Все это тут же вылилось в подъем цен на Чикагской и на Парижской бирже. Выросли цены где-то на 2-5% в зависимости от культуры. Не исключено, что если неблагоприятная погода сохранится, то зерновой рынок снова пойдет вверх. Ну, правда, российским аграриям от этого роста цен достанется всего лишь 30%, поскольку действуют ограничения на экспорт зерна. Все, что свыше 200 долларов за тонну стоит, будет обложено пошлиной в 70%. С 1 июля повысилась экспортная пошлина на подсолнечник и рапс. До сих пор ставка составляла 30%, но не менее 165 евро за тонну. Новая пошлина 50%, но не менее чем 320 долларов за тонну. Ограничения на экспорт подсолнечника и рапса установлены до конца августа следующего года. Пошлина на экспорт соевых бобов, напротив, уменьшится. С 30% она снизится до 20%, но не менее чем 100 долларов за тонну. В прошлом году на юге России сложились не самые благоприятные условия для сева азимово рапса. Но если в этом году в конце августа-начале сентября пройдут дожди, то культура снова может вернуться на наши поля. Наш партнер, компания Агромакс, рекомендует присмотреться к двум новым наименованиям рапса компании Садбау. Это ранний гибрид Кларус и ранний сорт Сэми. Гибрид Кларус это у нас новинка, он устойчивый по зимостойкости, хорошей зимостойкостью обладает. Он технологичный гибрид, он невысокий, его легко убирать, он дает хорошую урожайность и потенциал до 55 центнеров. Хотелось бы отметить высокое содержание масла, до 52 процентов, то что выдавали на анализы. Сорт Сэми, он средне-ранний, стабильный, зимостойкость хорошая, обладает хорошей зимостойкостью, устойчив к полиганию и устойчив к основным болезням парапсу, такие как слиротиня, фамос и так далее. Потенциал урожайности до 60 центнеров может быть. Это единственный сорт иностранных слиликций, которые используются в России. Сорт вы можете перерисовать в несколько лет, естественно, а гибрид один раз и все. Сорт Сэми у нас еще на протяжении многих лет приобретают такие крупные кодики, как Агроуржанский, ресурс, вот он востребован у них. Приобрести перечисленные культуры, напомню, можно у компании Агромакс. Контакты в описании к этому видео. В России набирает обороты уборочная кампания. В Ставропольском крае уже намолотили полмиллиона тонн зерна. Потенциальную урожайность ученые оценивают в 38-40 центнеров с гектара. И это отличная новость, потому что в прошлом году, когда регион серьезно придавила засухой, молотили всего по 26 центнеров с гектара. Урожай зерна в 2020 году в Ставропольском крае составил 5,2 миллиона тонн, без учета кукурузы. Сейчас же в регионе рассчитывают получить не менее 8 миллионов тонн зерна. Вовсю молотят ранние зерновые и в Краснодарском крае. Согласно отчетам Минсельхоза, средняя урожайность ячменя в районе 62 центнеров с гектара, что вполне может стать новым рекордом. Если вы уже приступили к уборке, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какого вы района и какие у вас показатели. Ну, для полноты картины. Глава Центра аналитики при Минсельхозе России Рудольф Булавин заявляет, что урожай зерновых и зернобобовых в этом году ожидается выше среднего за 5 лет, но ниже прошлогоднего значения, когда было собрано почти 133,5 миллиона тонн зерна. Прогноз Минсельхоза – 127,4 миллиона тонн, в том числе около 81 миллиона тонн пшеницы. Оценки отраслевых аналитиков выше и наиболее оптимистичный прогноз дает руководитель аналитического центра Росагротранса Игорь Повенский. Он считает, что Россия соберет 132 миллиона тонн зерна, в том числе 84,5 миллиона тонн пшеницы. Свой прогноз по сбору пшеницы повысил и Институт конъюнктуры аграрного рынка. Его прежняя оценка – 82 миллиона тонн, была повышена до 83,6 миллиона тонн. Правда, в Поволжье и на Урале ситуация с пшеницей вызывает опасения. В Поволжье серьезная засуха и жара, поэтому даже Самарская область в этом году приступила к уборке на пару недель раньше традиционных сроков. В Татарстане ввели режим ЧАЭС в 38 районах из 43. В Минсельхозе Татарстана уточнили, что суховей зафиксирован в 34 муниципальных районах, почвенная засуха в 18 муниципальных районах и в двух районах атмосферная засуха. Просят ввести режим ЧАЭС в Удмуртии, Свердловской области, Челябинской области. А вот в Хабаровском крае напротив режим ЧАЭС был введен в связи с тем, что почва переувлажнена. Там погибло около полутора тысяч гектаров посевов. И все это, конечно, отразится на финальной цифре урожая в России. Россия решилась на ввод экспортных пошлин в отношении металла. Временные экспортные ограничения будут действовать с 1 августа по 31 декабря этого года. Базовая ставка пошлины составит 15% плюс специфическая составляющая в зависимости от продукта металлургической промышленности. В правительстве рассчитывают, что поступление от пошлин в августе-декабре от черных металлов составит порядка 110-115 млрд рублей, а от цветных металлов 50 млрд рублей. Напомним, что Ассоциация Росспецмаш неоднократно предлагала правительству ввести экспортные пошлины в отношении металла, чтобы сдержать рост цен на металлопродукцию и, как следствие, на сельхозтехнику тоже. Как вы знаете, в России ужесточается регулирование рынка пестицидов. Следить за их оборотом будет Россельхознадзор. Он же будет контролировать качество возимых в страну пестицидов в 14-15 млрд. пунктах. Однако вопрос состоит в том, что именно считается пестицидом. На этой неделе президент России подписал закон, который уточняет это понятие и исключает из него кормовые добавки, предназначенные для подкормки животных, торф, отходы животноводства и растеневодства, ил, осадки сточных вод и все то, что используется для производства органических и органоминеральных удобрений. Кроме того, под понятие пестициды не попадут смешанные минеральные удобрения. Все это, как пишет в законе, не является продукцией химического производства. Одновременно пестициды и агрохимикаты включаются в перечень объектов экологической государственной экспертизы федерального уровня. Это значит, что все пестициды будут проходить испытания, и по результатам этих испытаний Минсельхоз будет едохимикаты регистрировать на 10 или на 3 года, в зависимости от того, какое влияние они имеют на человека и окружающую среду. Хорошая новость на сегодня заключается в том, что правительство обнулило пошлину на экспорт зерна кукурузы, предназначенной для приготовления попкорна. На вывоз такой кукурузы в рамках зернового демпфера действовала плавающая пошлина – 70% от цены свыше 185 долларов за тонну. Кукуруза для попкорна, однако, скорее может считаться экспортоориентированным продуктом, ведь за границу отправлялось более 50% урожая. При производстве 30 тысяч тонн в стране потреблялось всего 13 тысяч тонн кукурузы. Что это значит? Что на попкорновую кукурузу цена не будет падать так, как на обычное фуражное зерно из-за экспортных ограничений. А выращивать кукурузу для попкорна несложно. Если вы давно смотрите наш канал, то, возможно, вспомните выступление Виталия Гаркушки, главы компании КосмоИз. Он как раз рассказывал об особенностях возделывания этого вида кукурузы. Но большую часть сырья для попкорна все-таки завозится из-за рубежа, уже в готовых мешках. Вот. Ну, пока так. Поскольку у нас закупается семян мало, мы считаем, что в основном работает импортная кукуруза. Ну, нужно сказать, что селекцией лопающейся кукурузы занимается Краснодарский институт имени Лукьяненко. Вот. У них тоже есть свои результаты. И тоже часть они продают на нашем рынке этих семян. Вот. И, по-моему, немножко еще занимается институт кукурузы в Пятигорске. Так что, друзья, дерзайте, экспериментируйте, ищите нишевые культуры, которые поддержат ваше хозяйство. А мы, в свою очередь, будем стараться давать вам полезную, интересную информацию об этих культурах. Всего доброго. До следующей недели. Субтитры подогнал «Симон»!